Здравствуйте! Сегодня я вам покажу, как нам поменять, вернее провести обслуживание воздушного фильтра мотоблока Кентам 1081. Здесь проходит сплошной болт. Отворачиваем барашку. И снимаем воздушный фильтр. Вот наш фильтр. Крышка, сам фильтрующий элемент с уплотнительным резиновым кольцом. И сам корпус. Внутри этого корпуса стоит уплотнительное кольцо, которое может, когда вы снимаете фильтр, может вылететь. Вы за этим следите. Вот оно масло, которое залито. Залито оно до рубежка, до масляного этого колечка. Чтобы оно было. Ставим фильтр, когда прочистили, помыли, его в сухом виде ставим на место. Заливаем масло. Промываем фильтрующий элемент. Его промываем дизельным топливом, ну или бензином. У кого что есть. Затем, когда он у вас отстоится, поставим, стечет. Проливаем смесью немного солярки, дизельного топлива, вернее, масла. Это разводим и проливаем по сеточке. Когда оно простоит, оно стечет, у нас сетка будет влажная от масла и будет хорошо фильтрировать входящий воздух. Ставим его на место. Далее ставим уплотнительную резинку. Вставляем через фильтр винт. Обратите внимание, здесь должна быть резиновое уплотнительное колечко, чтобы уплотнять вход винта в воздушный коллектор. Выводим его сюда и одеваем крышку. Ставим шайбочку. Граверочек и барашек. Отжимаем. Средним усилием протираем фильтр. Хочу обратить внимание потребителям. Если вы будете глушить двигатель, как некоторые делают, выжимая декомпрессор. В таком случае получается что? Декомпрессор открывает клапан и газа, который двигатель работает, выбивает масло из фильтра. Засыряется фильтр, выбивается масло. Получается, фильтр у вас будет сухой. Вся пыль пойдет с цилиндром и у вас полетят кольца и находится цилиндром порошневая группа. Двигатель глушитель, убрав подачу топлива. Больше никак. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова